Здесь важно понимать, что все мы живем на одной планете, но в разных реальностях. Если вы начинаете проживать данный образ регулярно, то этот образ постепенно начинает проявляться в материальной действительности. Да, здесь важно понимать, пространство инертное, и оно не очень быстро даст вам результат. Все вокруг плохие, это такая хорошая, но бедная. Мы эти изменения должны жадно ловить. Многие говорят, ну как это так, вот таким позитивным, это же противно, это же какая-то глупость, когда, чего тебе, чего радоваться-то, да? Что если я сказал бы вам, что ваша реальность – это зеркало? И все, что вы транслируете в это зеркало, ваши мысли, ваши убеждения, проявляются в вашей реальности. И ваша жизнь – это и есть отражение этого зеркала. С вами Роберт Аксузиан, я расскажу сегодня вам о принципе зеркала, об одном из самых важных и мощных способов управления нашей реальностью. Наша реальность устроена достаточно сложно. И нам с вами надо взять за аксиомы то, что пространство является зеркалом. То есть условно представьте перед собой зеркало, в которое вы постоянно что-то транслируете. Например, вы улыбаетесь зеркалу или вы гневаетесь на зеркало. То есть все, что вы транслируете в него, это зеркало отражает вам. И то, что есть в вашей жизни, это лишь отражение ваших мыслей, которые сейчас в вашей голове, и того, что у вас бессознательным. А мы с вами помним, что бессознательное – это 90% нас. И 90% всего, что происходит в нашей жизни, находится в бессознательной части. То есть мы не осознаем 90% того, что мы транслируем в это зеркало реальности и как результат получаем во внешнем мире. Принцип зеркала – один из ключевых законов в эзотерическом мире. Он глаголит нам то, что все пространство вокруг лишь отражает все, что мы хотим. Оно отражает нам все наши страхи, все наши убеждения, все наши переживания, все наши хотелки, все отражает. Например, даже когда мы ставим себе цель, мы говорим «я хочу машину». Зеркало отражает тебе «ты хочешь машину». Почему? И важно говорить, что не «я хочу», а «я обладатель машины». Почему? Потому что ты обладатель машины. То есть понимаете, о чем я. То есть зеркало отражает вам все, и оно отражает в первую очередь вам ваши убеждения. Потому как, например, если человек убежден в том, что в этой жизни достигнуть результата можно только если ты родился в богатой семье, то есть финансовых результатов, тогда зеркало тебе скажет «да, ты совершенно прав, достигнуть результатов можно только родившись в богатой семье, но ты-то родился небогатый, поэтому результатов у тебя не будет». Соответственно, зеркало – это просто неодушевленная программа, которая отражает абсолютно все в нашей жизни. Да, это происходит достаточно долго, то есть это такой инертный процесс. То есть зеркало не отражает все мгновенно. То есть мы постоянно посылаем туда какие-то импульсы. День за днем мы посылаем туда свои импульсы. Мы транслируем изнутри себя определенный вид энергии, определенный состояние сознания и так далее. Вот важно понимать, а в каких состояниях мы с вами находимся? Просто большинство людей находится в негативных состояниях и в состояниях вот этой вот опустошенности, в состояниях бедности, нищеты и каких-то эмоциональных тяжестей и так далее. И он это транслирует в этот зеркаль реальности. Таким образом, зеркало реальности постоянно ему это подтверждает. То есть принципу зеркала простой, но оно должно подтверждать вам то, что вы в него транслируете. То есть отражается абсолютно все, все ваши намерения, ваши желания, ваши бессознательные импульсы и так далее. Почему говорят всегда в эзотерическом мире, что очень важно думать, а что я транслирую, что я ощущаю, что есть в моем внутреннем мире, что есть в моем бессознательном. Я уже в прошлых выпусках рассказывал, что представьте вот внешний мир, и если вы его так завернете внутрь, вы попадете в ваш внутренний мир. Потому что ваш внутренний мир, если его развернуть наружу, то появится вот этот внешний мир. Потому что все, что вы видите вокруг, и есть отражение вашего внутреннего мира. А ваш внутренний мир отзеркаливает все это и реализует это в потенциале материальной действительности, в которой мы с вами живем. Если в вашей жизни нет до сих пор семьи, а вы ее вроде как хотите, вы говорите, ну, Роберт, я хочу семью, я детей хочу завести, семью хочу. Но у меня не получается. Как правило, если мы погрузимся в глубину, то мы поймем, что на самом деле семью ты не хочешь. Я это делал уже множество раз во время консультации. Я считывал у человека эту информацию, потом мы его доводили до понимания. Он говорит, ну, я правда не хочу, мне это правда неудобно. Любой психолог опытный может легко вытащить из вас ваши бессознательные установки, ваши страхи, почему на самом деле у вас нет личной жизни или почему вы еще до сих пор не зарабатываете миллион рублей в месяц. Потому что у вас внутренне нет такого намерения. Вот это намерение, оно транслируется в зеркало, потому что большие деньги это опасно. И, соответственно, это зеркаливается вам и пространство вам тупо блокирует. И это надо понимать. В этом видео я подарю вам 4 ключа к управлению реальности, которые помогут вам взломать матрицу мироздания, научиться управлять ей. Итак, первый ключ. Создание образа. Первое и самое важное, это создать внутренний образ своей цели. То, к чему мы с вами стремимся. И здесь важно понимать, что образ, он у вас внутри, помним об этом, наш внутренний мир транслируется во внешний. Еще Гермес Тресмегист говорил о том, что внутри, то есть снаружи. То есть очень важно понимать, что все, что есть в внутреннем мире, оно транслируется во внешний. Поэтому наша с вами первая задача и первый ключ – это создать образ. Вот образ этой реальности, к которой вы стремитесь прийти. То есть, например, вы ставите перед собой некую цель, некий образ жизни, которому вы хотели бы достигнуть. Потому что мы будем в рамках все-таки достижения неких своих целей, потому что я все-таки рассказываю о бизнес-коучинге в данном случае. Поэтому мы представляем себе образ своего желаемого будущего, например, через 5 лет. Вы представляете себе этот образ. Желательно, конечно, сначала его описать. Вы берете лист бумаги, описываете себе, каким вы себя видите через 5 лет. Досконально описываете, как вы живете, сколько у вас денег, как вы путешествуете, кто вас окружает, как вы одеты, что вы чувствуете, какие состояния испытываете. То есть вообще описываете историю, чтобы когда я ее прочитал бы, я бы увидел бы эту историю в своей голове. То есть как будто вы пишете некую книгу только о себе, но о себе в будущем. Потом вы берете этот документ и желательно каждую ночь перечитываете этот образ и в голове его транслируете. Потому что когда вы создаете этот образ в голове, у вас возникает определенная связка с тем самым будущим образом и с самим собой. То есть вы как бы создаете некий мост между вами нынешними и тем образом жизни, к которому вы стремитесь попасть. Если вы начинаете проживать данный образ регулярно, то этот образ постепенно начинает проявляться в материальной действительности. Да, здесь важно понимать, пространство инертное, и оно не очень быстро даст вам результат. То есть не так, что вы сегодня представили, завтра у вас уже желаемая жизнь. Так это не работает. Большинство людей как делают? Они сначала смотрят, что их окружает. Ну, например, плохая работа, с мужем проблемы, с деньгами плохо, дети не очень хорошо воспитаны и так далее. Куча каких-то проблем, друзья предают и так далее. И вот человек, исходя из того, что он это все видит, он это считывает, и потом он начинает из-за этого переживать. И он внутрь закидывает себе, вот люди плохие окружают, денег нет, проблемы одни, и много-много вот этого он все загружает в себя. А мы помним, что то, что транслируется из нашего внутреннего мира, оно проявляется во внешнее. Когда вы это подтверждаете тем, что вы видите во внешнем мире, вы это погружаете внутрь, оно начинает транслироваться во внешне и усиливает все, что есть в вашем внешнем мире. Поэтому здесь важно понимать, что наша задача перевернуть этот образ абсолютно наоборот. То есть перестать смотреть во внешнее, а начать смотреть во внутреннее. Когда вы смотрите во внутренний план, несмотря на то, что творится во внешнем мире, у вас должен быть внутри штиль. Как мы его добиваемся? Через состояние, которое мы создаем в виде образа. Вот этот образ помогает нам сонастроиться со своей желаемой частью. То есть он помогает нам понять, а я что хочу? А я как себя испытываю в том состоянии, в котором как бы обрету данную цель? То есть я там какой? Через этот образ мы в нем укрепляемся. Здесь еще вспоминается такая фраза из Библии. По вере вашей да будет вам. О чем это? То, во что ты веришь, то и реализуется в твоей жизни. Это про убеждения. Вот те убеждения, которые у тебя внутри, вот они транслируются во внешний мир и, соответственно, отражают тебе это в реальности. Поэтому если вы, например, считаете, что всех хороших мужчин забрали щенками молодыми, то, соответственно, в вашей жизни действительно это будет подтверждаться. То есть пространство будет регулярно тебе подтверждать. Говорят, да, ты совершенно права. Всех молодых хороших мужчин забрали щенками. Или там вы, например, транслируете, постоянно гневитесь на правительство, на то, что там, значит, все богатые, они плохие, а вот мы д'артаньяны. И, значит, вот в этом состоянии ты тоже транслируешь постоянно вот этот негатив. И пространство тебе говорит, да, ты совершенно права. Все вокруг плохие, а ты такая хорошая, но бедная. Это важно понимать, что тебе будет отранслироваться абсолютно все, что ты туда посылаешь. Если ты посылаешь это добро, оно будет отсылаться обратно. Не сразу помним об этом, да, потому что мы как все это думаем. Ну, я же хорошо себя веду. Ну, я же добрая, я же там вот говорю только хорошая, вот мне какая-то фигня попадается. Но здесь мы должны помнить о том, что мы можем это делать из чувства внутреннего страха, из каких-то внутренних обид, из желания быть жертвой, из желания быть в состоянии ничтожества и так далее. То есть не всегда мы это делаем из искреннего состояния, от чего, собственно, получаем вот эти плюшки. Важно понимать, что зеркало постепенно начнет отражать вам ту реальность, которую вы себя испосылаете. Да, медленно, но будет. А теперь переходим ко второму ключу. Здесь важно подтверждать хоть маленькие, но события, которые подтверждаются внешним планом. То есть если вы, например, транслируете себя в состояние богатства, и вы видите, что в вашей жизненной ситуации начинаются малейшие изменения, и вы должны охотно их видеть и прямо для себя так галочки ставить. Ага, получилось. Или, например, вы запрашиваете везение, а вы едете на своей машине, и вам нужно припарковаться в каком-то месте, и вы видите парковку прямо у двери. Вы паркуетесь и говорите, ага, повезло. То есть вы таким образом ставите себе такие галочки каждый раз. Эти галочки, они создают некое подтверждение, вырабатывают нейронную связь. То, что я делаю, пространство подтверждает. Зеркало реальности начинает это усиливать за счет чего? За счет того, что вы на уровне убеждений подтверждаетесь о том, что да, действительно работает. И тогда ваше бессознательное еще больше начинает транслировать. Это потому, что ваши убеждения негативные растворяются, а позитивные нарабатываются. И таким образом зеркало реальности говорит, да, ты совершенно права, тебе везет. Да, ты совершенно права, у тебя много клиентов. Да, ты совершенно права, ты успешная. Например, как бы часто можно такую видеть ситуацию, когда человек не верит в свои силы. То есть он считает, что он не талантлив, не умен, не интересен и так далее. И, конечно же, пространство будет ему отзеркаливать. Да, ты не талантлив, да, ты не умен, да, у тебя не получится. И, конечно же, найдутся тысячи людей, которые скажут именно так, что ты не талантлив, не умен, что у тебя все не получится, что ты говоришь ерунду и так далее. То есть люди, которые вас будут притеснять в ваших действиях, они будут возникать до того момента, пока у вас внутри это транслируется, пока вы внутри этого действительно боитесь. Если вы этого не боитесь, то в вашей жизни это просто не будет, потому что мы получаем лишь то, что к нам транслируется. Так вот, очень важно именно отмечать все события, которые происходят в вашей жизни в виде изменений. Мы эти изменения должны жадно ловить, жадно их высматривать в пространстве. Ага, у меня тут в этом месте доход на 20% вырос, а в следующем на 15%. Здорово, слушай, я расту. Ну, то есть как бы мы должны отслеживать малейшие колебания изменений. Очень сложно отмечать эти колебания, когда вы не анализируете ни цифры, не анализируете события жизни, когда вы просто как бы, ну, живете и живете. Здесь важно постоянно, регулярно рефлексировать. Рефлексия позволяет нам понимать, а что мы сделали в прошлом и какие изменения у нас сейчас. Потому что если мы не рефлексируем, мы тупо не понимаем, у нас что-то изменилось. Потому что люди очень часто вообще забывают о том, что у них доход поменялся, или у них в личной жизни дела лучше, или они выглядят лучше. Потому что когда мы себя видим, мы засматриваемся, у нас замыливается глаз, и мы, соответственно, не замечаем каких-то изменений в нашей жизни, что мы стали лучше выглядеть, что как-то наше состояние поменялось и так далее. То есть изменения будут происходить, и ваша задача эти малейшие изменения вылавливать и понимать, ага, изменения пошли. Таким образом, через какое-то время это начнет укореняться все сильнее и сильнее и сильнее. Расшатаются, как я уже говорил, ваши негативные сценарии, ваши негативные установки. И вырастут сильные установки, которые уже в зеркало реальности будут укрепленно посылать необходимый вам импульс. Третий ключ – это фокус на позитиве. Многие говорят, ну как это так вот быть таким позитивным, это же противно, это же какая-то глупость, когда, чему тебе, чему радоваться-то, да, как бы. Но для кого-то стакан наполовину пустой, для кого-то наполовину полный. Я уверен, что тем, у кого он наполовину полный, живется лучше. И вообще в жизни у них событий лучше происходят и больше, нежели у тех, которые постоянно жалуют, ну это говорят, что все вокруг плохие, а я такой весь хороший. Это, к сожалению, как правило, этих людей ничему хорошему по факту не приводит. И зеркало реальности, оно требует фокуса. Когда мы сконцентрированы на своей цели, когда мы знаем, чего мы хотим, мы формируем этот образ в своей голове, и мы к этому образу начинаем двигаться. Это как сделай шаг навстречу Богу, и Бог сделает тысячу шагов навстречу тебе. Наша с вами задача увидеть свою цель и фокусировать на ней свое внимание, на этой цели и на себе в настоящем моменте. То есть анализируем себя в сегодняшнем дне и видим свою цель, и понимаем траекторию, которая нам необходима, чтобы не отбиться от цели, а все-таки идти в сторону этой цели. Очень важно не впускать в свою жизнь негативных эмоций, негативных жалобливых людей и так далее, которые, конечно же, отразят вам вот этот свой негатив, свои переживания, свои расстройства, то, что весь мир плохой, все плохие, мир неизобилен, как мне писали, что ты болтаешь. Мир изобилен. Ты что, давно не выходил в город? Посмотри на мир. Здесь важно понимать, что все мы живем на одной планете, но в разных реальностях. В моей реальности мир изобилен, в моей реальности люди хорошие, в моей реальности богатство есть место, в моей реальности богатство дает мне процветание, изобилие и счастье. В реальности другого человека богатые люди злые и плохие, потом в его реальности может быть то, что мир абсолютно недружелюбен, негативен, и он постоянно должен находиться в борьбе за выживание, ну, он живет и борется за выживание, а я живу в изобилии. И это вопрос моего и его принятия, как мы уже поняли. Зеркало реальности отразит ей то, что этот человек сказал, и мне отразит то, что сказал я, и то, что я чувствую. То есть помните, не только то, что мы думаем, но что мы ощущаем. Это очень важно. Наше ощущение. Наше ощущение транслируется. Потому что здесь еще такой момент в этой всей истории. пространство не столько отражает нам наши мысли, которые мы говорим, сколько наши состояния, которые мы испытываем. Потому что мысли пространство не считывает, оно считывает наше состояние. Если мы испытываем это состояние горести, страха, обид, оно это усиливает. В многократном размере. Если, например, мы считаем, что вокруг одни только плохие люди, то это как под лупой будет усиливаться, еще многократно увеличиваться. потому что пространству необходимо тебе доказать, что ты прав. Пространство всегда доказывает, что ты прав, что бы ты в него не посылал. Здесь, опять же, помните, важно понимать, держать фокус и спокойно выжидать своих результатов, потому что недостаточно просто представить себе цель и ждать. Здесь можно сравнить со спортзалом. Если вы хотите красивую фигуру, недостаточно просто пойти в спортзал. Необходимо пойти в спортзал, чтобы тягать железо. Необходимо правильно питаться. Это уже второй элемент. И необходимо хорошо спать. Вот эти три элемента дают результат. Без этих трех элементов ты не получишь результат. Ты можешь просто хорошо питаться, но тогда у тебя никаких мышц не вырастет. Ты можешь просто хорошо спать, но у тебя также ничего там не вырастет. Ты можешь просто ходить в спортзал, но у тебя результаты будут такие, не самые хорошие. Они будут, конечно, но не очень высокие. Но если ты будешь сочетать все три элемента, у тебя будут классные результаты. То же самое здесь. Работа с принципом зеркала – это один из вот этих трех моментов. То есть ты формируешь зеркальный образ, состояние, прорабатываешь убеждения, свои внутренние ограничения и, конечно же, действуешь в материальной действительности. Потому что материальная действительность требует проявленности ваших действий. Мы живем в материальной действительности, и в материальной действительности очень важно физическое действие. Но мы можем событий к себе притягивать. Вот это как раз и важный момент. Работают все, что-то делают все, но результаты достигают немногие. Почему? Потому что транслируют не то, что нужно. И это важно понимать. И четвертый ключ. Сознательно выбирайте сегодня, чтобы изменить свое завтра. Ведь каждый наш выбор с вами формирует наше будущее. То, что вы сделаете сегодня, даст вам результат в течение ближайших нескольких лет. Неважно понимать, что то, что мы имеем сейчас – это результат тех лет, которые уже за спиной. Не пытайтесь бороться и менять то, что есть прямо сейчас здесь. Потому что это менять уже бесполезно. Это уже свершився факт. Нужно менять будущее, которое еще не произошло, но которое грядет. И здесь вы еще способны поменять трансляцию, поменять события, планы и так далее. И таким образом, ваша жизнь там, в будущем, она поменяется. Но поменять здесь и сейчас уже бесполезно, потому что вы уже проделали огромный путь. И вас уже подвело к этому пространству. Потому что, еще раз помните, оно инертно. И те события, которые вы формировали 3-4 года назад, они сейчас только пришли к результату. И сейчас вы отхватываете все эти результаты и не всегда приятные. Поэтому здесь нужно набираться терпения. Быть в потоке вот этого состояния. То есть понимать, что я хочу, куда я иду и двигаться к этому. И главное – формировать этот внутренний образ и верить в него. Потому что, по вере вашей, да будет вам, как говорится, меняя ваши внутренние ограничители, ваши внутренние убеждения, ваши внутренние программы, вы и так или иначе, шаг за шагом придете к своей реализации. Зеркало реальности, на мой взгляд, является одним из ключевых законов мироздания. Потому как он дает нам глобальное понимание того, как устроен наш мир. И через это понимание мы способны начинать первые шаги к изменению своей реальности. Поэтому начните с того, что транслируйте внутреннее состояние того, чего вы хотите достигнуть в жизни. Напишите свой план, к чему вы хотите прийти в течение ближайших 5 лет, каким вы там видите себя человеком, какие состояния вы там испытываете. И этот образ начинайте прокачивать внутрь себя. Начинайте его в себя пропускать. И этот образ через какое-то время начнет проявляться, а вы ловите каждый сигнал от пространства. С вами был я, Роберт Аксюзиан. Увидимся с вами в следующем видео.